Пять дней на военно-полевых сборах на аэродроме 61-й авиабазы. Кадеды Брестского областного кадетского училища получают дополнительные знания и навыки укрепляют здоровье. В Барановичах открылись три детские площадки в различных микрорайонах города. В связи с этим наша съемочная группа решила узнать у горожан, как они оценивают современный игровой комплекс для детей. В Могилеве прошел республиканский праздник «Молодежь и творчество. История будущего» и финал Республиканского фестиваля художественного творчества студенческой молодежи «Арт-вокации». Студенты Барановичского университета достойно представили родное учебное заведение на конкурсе. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вести Барановичи». На этой неделе учащиеся Брестского областного кадетского училища покинули стены своей «Альма-Матер» и разбили лагерь на аэродроме 61-й истребительной авиабазы. В гостях у кадетов побывала наша съемочная группа. Палаточный городок раскинулся на аэродроме 61-й авиабазы всего на пять дней. Именно столько продлится военно-полевой сбор с кадетами-воспитанниками Брестского областного кадетского училища. Здесь проходят подготовку 100 юношей и девушек, учеников 8-го и 10-го классов. Ведь 9-и и 11-ти классники сейчас дают экзамены. В процессе обучения в Брестском областном кадетском училище дети получают теоретические знания военных всевозможных направлений. К примеру, тактическая подготовка, тактико-специальная подготовка, оружие массового поражения, огневой подготовки. А вот здесь, на этих полевосборах, мы это закрепим практически. То есть в течение пяти дней они практически те знания закрепят, освоят. Ну и, конечно, я думаю, что они в дальнейшем будут достойно применять их на практике. Цель таких сборов – сделать из кадетов достойных граждан страны. И через эту кадетскую направленность достигает соответственность. Кадеты учатся подчиняться, выполнять задачи, думать. Кадеты проходят военно-полевые сборы в 61-й авиабазе уже четвертый год. Им здесь рады и знают, как организовать пребывание, чтобы оно было интересным и полезным. Нам приятно то, что проходят они уже, опять же, четвертый год на базе 61-й истребительной авиационной базы. Здесь они увидят жизнь базы, опять же, поживут в полевых условиях, это в палатках. Для них тоже что-то новое, приятное. Ну а мы, как всегда, окажем помощь, научим и покажем для них также организацию полета. В таком лагере кадеты проходят огневую и строевую подготовку, учатся оказывать медицинскую помощь. Кроме того, побывают в разных частях барановического гарнизона. А это поможет им сделать правильный выбор профессии. Я считаю, что учебно-полевые сборы – это важное мероприятие, помогающее учащимся кадетам, то есть, ну, тоже нам, кадетам, ощутить себя как бы в армейской шкуре, как настоящие солдаты, чувствовать себя в обычной их повседневной жизни. Ведь в кадетском училище мы проживаем в более бытовых условиях, а тут мы можем ощутить себя несколько взрослее. В полевых сборах я была в конце первого курса, то есть восьмого класса. Полевые сборы проводились в течение пяти дней, и также на них проводились занятия по первой медицинской подготовке и добрызывной. В свободное время мы посещали экскурсии по воинским частям, такие как 7404, авиаремонтный завод. Целенаправленно четыре года мы ориентируем наших кадетов на то, чтобы они в дальнейшем возникали систему национальной безопасности. Я хочу сказать так, что в течение четырех лет мотивация достигает такого уровня, что по окончании 11 класса, пройдя, если кадет проходит медицинскую комиссию, значит психологический тест, достаточно неплохо учится, то он однозначно идет в силовой сборке. В течение пяти дней в лагере совместными усилиями военных, педагогов и кадетов проводятся интересные мероприятия, направленные на интеллектуальное и творческое развитие, формирование гражданственности и патриотизма, укрепление их здоровья, приобщение кадетов к активным занятиям спортом. Уважаемые телезрители, 7 июня с 15 до 17 часов прямую телефонную линию проведет Михаил Леонидович Боценко, председатель комитета экономики Брестского облсполкома по вопросам социально-экономического развития Брестской области. Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте 8-0-162-21-65-21. Три детские площадки в различных микрорайонах города Барановича начали функционировать в Международный день защиты детей 1 июня. На оборудование были потрачены деньги, которые получил город за победу в областном соревновании – 300 базовых величин. Это 7 350 рублей. В связи с этим наша съемочная группа решила узнать у горожан, как они это оценивают. В Барановичах в день защиты детей открылись три новые площадки. Игровые комплексы начали функционировать во дворах улиц Коммунистической, Жукова и в Тексере. На оборудование были направлены финансовые средства, полученные городом за победу в соревновании среди населенных пунктов областного подчинения и районов Бреста. В связи с появлением современных детских площадок мы решили узнать, как оценивают их горожане. Очень удобно для ребят, для детей, особенно не было никогда. Здесь же вода постоянно, а сейчас вот видите, как все удобно сделали, красиво. Открыли три, сказали площадки. Ну, три. А нам же треба больше. Там возле 21-й школы, там столько домов стоит, и детей очень много. Вот тут все прекрасно, хорошо. Люба, было очень интересно поглядеть этот концерт, тут проходил у Пятницы. Чтобы побольше таких площадок открыть. Очень чудесно, что появилась площадка, потому что большой двор, и ничего не было. Поэтому мы просто счастливы. Наконец-то она наполнилась детьми всех возрастов, не только самыми маленькими, самыми большими. Сейчас могут дети играть все. И это здорово, хватает и лавочек, и детям на самом деле есть чем заняться. Приятно. Спасибо большое тем, кто нам подарил такое удовольствие. Вот там была каруселька и качелька, но очень все пришло в негодность. И ничего не было, кроме песочницы и вот той поломанной качельки. А сейчас просто преобразилось вот это место. Тут было футбольное поле. Здесь дети играли очень... Все время вот они только здесь играли в футбол, детки. Такие большие, а для маленьких не было здесь площадки. И вот теперь все довольны. Здесь очень много детей. Площадка очень необходима была. Здесь много детей, много молодых мам с колясочкой. Нельзя посидеть, где отдохнуть. Вот. И вообще очень своевременно, я считаю, к окончанию учебного года. Это хорошо, что она появилась, потому что здесь во дворе детям играть было просто не на чем. Поэтому очень хорошо, что хоть кто-то приложил к этому руку. Рада. За ту организацию, которая поспособствовала какому-то досугу все-таки детей. Управление много сил и времени тратит. Видите, все это красиво делается. Поэтому их благодарить надо. Мне нравится кататься на горках. Мне нравится площадка, потому что я видела, как ее строили. Но я не видела, как привесили кольца. Мне очень нравятся качели и горки. Мне нравится, потому что здесь есть качели, горки. И здесь можно покататься, поиграть. Когда увидела эту красивую площадку, я хотела на нее пойти. Но я покуда болела. Но теперь я выздоровела и катаюсь на горках. То, что построили много качель и то, что можно качаться на этой качели с друзьями. Площадка увеличилась. Сначала были здесь только качели и вот эти вот турнички. А сейчас появилось больше всяких развлечений. И стало веселее. 18 июня в Бресте пройдут мероприятия 54-й сессии парламентского собрания. К участию в работе приглашены представители постоянного комитета союзного государства и постоянных наблюдателей при парламентском собрании. Впервые в заседании сессии примут участие члены молодежной палаты парламентского собрания. Депутаты парламентского собрания вместе с членами молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленные на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи. В Могилеве прошел республиканский праздник «Молодежь и творчество. История будущего» и финал Республиканского фестиваля художественного творчества студенческой молодежи «Арт-вокации». Программа фестиваля текущего года включала в себя работу интерактивных профориентационных площадок, акцию «Студенты детям», молодежный флешмоб, торжественную церемонию награждения в Могилевском областном драматическом театре и гала-концерт победителей Республиканского фестиваля «Арт-вокации». Студенты Барановичского университета достойно представили родное учебное заведение на конкурсе. Ребята привезли 9 дипломов первой степени и 7 дипломов второй степени. Музыкальная композиция «Настало время арт-вокации» стала негласным гимном одноименного Республиканского фестиваля художественного творчества студенческой молодежи. Именно эта песня и видеоролик к ней барановичских студентов, вокалистов Народной студии эстрадной песни «Талент Баргу» открыли республиканский праздник молодежи и творчества «История будущего» и финал конкурса «Арт-вокации-2018». Нам выпала честь выступать на гала-концерт фестиваля «Арт-вокации» в Могилеве. Мы очень рады победе. Наш коллектив «Талент» наградили дипломом второй степени в номинации «Ансамбль эстрадной песни». Мы очень старались, долго репетировали на протяжении часов 12 и все не зря. Я считаю, мы достойно представили наш университет. Учащийся Баргу достойно представили родной университет на гала-концерте в Могилеве. Девять дипломов первой степени и семь дипломов второй степени были получены как творческими коллективами, так и индивидуальными исполнителями в различных направлениях художественного творчества. Театр моды, вокал, цифровое, театральное творчество, конферанс ведущих, инструментальный жанр, современное танцевальное направление, оригинальный жанр. Я первый раз участвовала в республиканском фестивале арт-вокации и сразу получилось стать победителем такого самого главного конкурса в республике среди студентов. С нами работали ведущие национального центра. Нам подсказывали, исправляли нас, давали какие-то советы, как правильно говорить, сценической речи немножко поучили. Участнику Народного театра моды «Свита» первокурснику Дмитрию Третьяков первый год обучения в Барановичском университете посчастливилось пройти финал арт-вокации. И сразу же желанная победа. Самый модный коллектив «Баргу» вернулся домой с дипломом первой степени. Мы с композиции «Белорусский модерн», посвященной белорусской тематике и молодости, попали на галоконцерт, имели честь и получили дипломы первой степени. И я хочу сказать спасибо огромной администрации и ректору, что мы имеем возможность попадать на такие мероприятия. Я мало что помню, потому что мне было страшно, небольшой шок. Но после выступления незабываемые эмоции. Я не могу даже их описать. Это просто вау. Необычным новшеством фестиваль арт-вокации 2018 стало проведение благотворительной акции студентам и детям. Юноша и девушки «Баргу» отправились в Могилевский городской социально-педагогический центр. Сотрудникам этого учреждения ребята подарили фирменную сувенирную продукцию Барановичского университета – блокноты и ручки. А детям – игрушечный паровоз, как символ нашего города. Сотрудники этого центра занимаются психологической реабилитацией беспризорников, также профилактикой такого явления, как детское сиротство. И в центре мы познакомились с замечательными ребятами разных возрастов, как дошкольного, школьного и подросткового возраста. Мы разбились на три подгруппы – творческая, спортивная и психологическая. И вместе со студентами, а также социальными педагогами и ребятами занялись очень интересными играми, конкурсами, соревнованиями. И мы поняли, что творчество окрыляет в том числе и ребят маленьких, у которых в жизни такая сложная социальная ситуация. По итогам фестиваля в числе девяти из 53 учреждений высшего образования коллективу Барановичского государственного университета была вручена благодарность Министерства образования Республики Беларусь за развитие любительского художественного творчества студенческой молодежи. Необычные извещения об оплате коммунальных услуг получат белорусы в июне. На них в правом верхнем углу будет фигурировать QR-код, в котором заложена информация о лицевом счете. Оплатить ЖКУ с его помощью можно будет как через мобильное банковское приложение, так и на почте. Буквы QR означают «быстрый отклик». Быстр он потому, что смартфон или сканер может за секунду считать с него информацию или перейти по ссылке. Считывание и расшифровка произойдут автоматически. После этого на экране появится лицевой счет, поле для ввода показаний приборов учета воды. Затем, следуя указаниям, останется нажать на виртуальную клавишу «Оплатить» и платеж будет совершен. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok